Привет, мои хорошие! Привет, княжницы! Привет, милые женщины, милые дамы, мужчины, ну и все, кто меня, короче, смотрит! Что? Я, короче, решил... Сейчас вам покажу такой один замечательный рецепт. Мне когда-то научила моя прабабушка его готовить. Это блинчики. Блинчики по этому рецепту получаются очень такими, знаете, как бы тонюсенькими и с дырочками, и как вот такие, как паутинка. Очень такие вот такие блинчики замечательные. Сейчас мы с вами его приготовим. Рецепт простой, но в то же время очень вкусный. Вы вот прям приготовьте такое. Видео сегодня вечером выложу. Утром, например, приготовьте детишкам своим или мужчинам. Вот так вообще обрадуются. Вот вам говорю, уверяю про вас. Значит, что вам надо будет для этого рецепта? Кефир я взял. Тут короче, кружки, примерно, знаете, сколько. Ну, нам нужно примерно 400 грамм кефира. Тут 300, примерно, в кружке. Прям 300 грамм кефира, немножко воды. Вода не будет лишняя. Так, вообще чуть-чуть, просто стенки. Вот так. Все, 400 грамм. Плюс-минус, как бы это не столь такое существенное. Потом, что нам дальше требуется? Сейчас, тут не особо видать-то меня. Хотя, ладно, видать, в принципе. Вот так чуть-чуть стол. Блин, кухня, что же мала, ничего тут не вмещается. Сидя придется делать. Буду сидя делать. Короче, что дальше нам потребуется? Я, Катюш, блины делаю. Ажурные называется, я слышала. Дырочками это ажурные. А, ажурные. Но мне моя прабабушка показывала, я поэтому особо не помню название. Значит, мука. Муки нам потребуется... Все, как бы, делаем на класс. Примерно 250 грамм муки. Сейчас я ее насыплю. Сначала в стаканчик. Так. Значит, вот. И сюда, в кефир, начинаем ее просеивать. Ну, немного. Примерно половина стакана. Просеем кефир. Кстати, я между тем делом, видите, там чайник на заднем фоне кипит, вон, пышит, пшшшшшш, вверх дым идет. Все очень. Чайник выключаем мы. Чайник мы выключили. Это сейчас вам дальше скажу, зачем нам все это нужно было. Так, вот так чуть-чуть. Так. О, вот так, в принципе, я влез в кадр. Толстые щепки, отсюда пруд не влазил. Значит, сюда мы добавляем яичко. Можно добавить два яйца, если у вас они маленькие, но можно и одно добавить. Тут такой, знаете, рецепт, как бы, плюс-минус, если что-то вы будете делать, у вас все получится, буряем. Потому что блинчики сделать, ну, это проблем не составить никому. Значит, соли пол чайной ложки. Сахар возьмем. Сахара нам нужна одна столовая ложка. Ну, я вот положу две чайных. Достаточно. Значит, пока вот это вот мы дело должны перемешать. Я взял такой венчик. Как бы, до такого состояния перемешаем. Ну, просто жиденького. Уже пузырится, видите, кефир. Кефир используем самый простой. Самый душманский. Яйца тоже требуют самые простые. Без каких-либо там заморочек. Реально, заморачиваться не надо. Все. Перемешали. Такое вообще, оно, как на эти. Даже не знаю. Ну, как бы, такое, знаете, слишком еще водянистое тесто. Это мы будем дальше с вами по ходу исправлять. А теперь подогревать? Да я все сделал, все правильно. Конечно, что-то я помню. Прабабушка меня всему учила. Значит, сода. Сода нам требуется пол чайной ложки. Примерно. Так. И заливаем кипятком. Кипятка нам нужно грамм двести. О, пушит. Пошла пушить сода. Заливаем. Так, все. Все на глаз делаем. Блин. Когда-то было время. Вот не поверите. Моя вот страсть кулинарии, она была с юных лет. Мне вот было. Я не знаю сколько. Ну, точнее, я знаю сколько. Мне было 5 или 4 года. Прямо сюда заливаем. Залили. И размешали. Мне, короче, было 5 или 4 года. Представляете? Маманя была на работе. Короче, добавляем муку. Маманя была на работе. А я в это время включал печку. Печка в то время была электрическая. Маманя, если вот смотришь. Ну, точнее, ты, маманя, смотришь. Ой, телефон засыпал. Аккуратнее, аккуратнее. Телефон надо убрать отсюда. Ты, маманя, помнишь, как я готовил первый апельсиновый пирог к твоему приходу? Как я там его сжег, он погорел весь. Но потом в итоге-то раза с третьего до четвертого я испек хороший пирог. Блин, вот реально времена были. Даже, знаете, что готовил? Вот, я не знаю. Вот реально мне было лет 5, лет 5 с половиной примерно. Я еще помню, знаете, были эти. Сколько там время? Нормально. Были эти еще, как сказать-то, не первый класс, а когда вот дети ходят, как бы не первый класс, а как вот, как оно хоть называется? Катюш, как называется, когда не первый класс, а вот раньше? Дети еще раньше входят в школу. Нулевка. Вот. Я, короче, ходил еще в нулевку. Блин, я вот в это время уже варганил. Муку, короче, еще. Вот весь стакан такой, стакан граненый. Тут, наверное, грамм 220. Маловато. Надо еще добавить. Сейчас перемешаю. Вот, короче, был в нулевке. Значит, о чем сбился. Сейчас. Блин, как же хоть неудобно это сидеть, если не на камеру. Все это, конечно, проще делать. Ну, поставлю-ка вот сюда я камеру. Сейчас. Вот так. Сюда же тоже можно поставить. Ну, красота. Фу. Красота. Вот так будет поудовнее. Я, значит, представляете, вот реально, без шуток говорю, без каких-либо, как бы вот на полном серьезе с вами, ходил в нулевку, в то время запекал уже картофель полионский. Называется полионский. Тоже маманю кормил. Блин, история была вообще трешак. Это, короче, рассказываю в двух словах. Картофель, когда каждая картофельненька, она режется, как чипсы, обжаривается, ну, как чипсы, по принципу лейса. Во, сейчас покажу. Тесто идеальное. Прямо включаем жаровню пока что, пускай она разогреется. Так, жаровня включена. Масло сюда капнем, одну просто каплю. Даже можно капнуть масло и немного смазать его рукой, туалетной бумагой, чем хотите. Ну, мы люди простые, вот так сделаем. Ага, хорячее накалилось-то как уже. Фух. Все. Нормально. Не судите строго, что рукой смазал. И вот, представляете, запек картофель леонский. Сначала я его обжарил здесь, а потом его в горшочках, типа в горшочках, ну, там форма просто была раньше. Раньше горшочков-то не было. Горшочки потом только пошли. Я, короче, все это запек. Блин. Дома, вы знаете, не, картофель был вкусный. Там потом еще сверху лук режется, какой-нибудь петрушечка, укропчик. Все это как бы нарезается. Это, ну, как бы форму, и все это запекается. Картофель реально вкусный получился. Но маманя пришла с работы. Я когда все это наделал, по всей плите, по всем стенам, по всему полу, было масло это подсолнечное, разлитое. Вообще жуть была. Смотрите, вот такое вот тестице. Видите, какое оно получается? Ну, как бы, как вы понимаете, сами, обычное блинное тесто. Ну, оно такое вот. Оно, как бы, отличие от этого теста, оно, знаете, такое, как бы сказать, все в пузыриках. Все в пузыриках вообще офигенное. Сейчас раскалится посинее. Я попытаюсь взять камеру и записать. Хотя, ладно, сейчас поставим камеру на штатив. Так. Ух, хороши блины будут. Вот реально, послушайте меня, не пожалеете. Утром встаньте пораньше, чуть-чуть, вот, милые женщины. А если мужики смотрят, то и мужики, или парни, там, без разницы, кто. Вот, каждый, кто не смотрел, сделайте для своей семьи, для второй половинки, вот такие блинки. Встаньте чуть пораньше. Это вот делать, вот сколько времени прошло? 9 минут 42 секунды. Сейчас уже ролик разрабится, придется сейчас его склеивать. Ну, ладно, склеим. Сделайте вот такую штуку и не пожалеете, я вам говорю. Ваши домочадцы вам точно будут очень рады и очень признательны. Смотрите. Сейчас будем жарить все. Такой процесс-то простой. Оп, вот так. Что-то этим половником я еще ни разу не наливал. Даже сейчас масло подсолью лишнее. Даже, если честно, даже не знаю, сколько, ну, наверное, половничек. Даже, наверное, поменьше надо. Вот так. Так. Смотрим. О, какие они. Приближу. Это надо приблизить. Пузырики. Пошли пузырики. Эх, шарики. На воздушном шарике. Жарятся моментально. Отсюда не отходим от плиты. Сейчас возьму тарелочку вторую. Сейчас. Жарятся очень быстро. Поэтому стоим рядышком. Вот так. Вот так. О, нормально. Чувствую, конечно, первый блин. О, первый блин получился комом. Ё-моё. Первый блин у нас вышел комом. Но ничего. Так всегда. Так всегда бывает, что первый блин комом. Катюк, у тебя первый блин получался хоть когда-нибудь? Чего? Сейчас мы немножко усовершенствуем процесс. Добавлю. Просто как бы это не предполагает, но когда вот такая крем получается, можно так сделать. Добавить в тесто чуть-чуть подсолнечного масла. Там буквально две чайные ложки. Еще чуть-чуть добавлю. Вот так. Сейчас все не прилипнет. Так, первый блин снимем. Сейчас. Сейчас я второй блин зажарю. И я вам покажу, как все получится. Сейчас. Сейчас мы все сделаем. Сейчас мы его вообще тоненько сделаем. Вот так вот. Давай, родимый. Не подведи. Не подведи, родимый. Дружочек. Вот, видите. Ну, они вот первый блин в любком. Ну, как комом. Тут он порвался немножко в центре. Сейчас второй нажарим. Видите, получается пузырики. Пузырики. Ты, Катюш, как хочешь? Ты хочешь с маслицей? И с сахарком? Не, 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 Катюша. Будем, будем худеть. А это значит без маслица, без сахарка. Катюш, я все понимаю. Я напеку блинов. Мне не сложно. Мне, наоборот, нравится этот процесс. Ну, кухню мыть тебе, Катюш. Самое такое в этом деле, как бы, ну, минус какой, это то, что все пачкается. Вот тут все забивается. Раковина забивается. Мука потом со столешницы вообще просто замахаясь смывать. Ну, вообще, сейчас, так. Во! Второй блин удался. Опачки. Перевернули. И дожариваем. И дожариваем блиночечки. И вот так нажариваем целую тарелку блинов. И вот отвечаю. Вот такие, блин, вкусные. Блин, камеру испачкал мукой. Ну-ка. Вытерли. И даже вот этот, блин. Вот, конечно, да. Немножко он это, видите, разошелся. Ну, по вкусу, сейчас скажу, блин, уж он вкусный. Вот такой. Вот такой. Готовьте в общем и не пожалеете. Поставлю на аватарку. Блин, как поставить? Ладно, как-нибудь придумаю. Короче, ладно. Увидимся с вами уже очень скоро. Подписываемся, ставим лайки. Вот они, красавцы-то уже. Ой, ты снимаешь, господи. Я думала, ты сфоткать над тебя. Никуда? Никуда. Вот, покажи красавца. Какие уже налаживания. Красивые и вкусные. Отойди, отойди, отойди. Они нежные у тебя. У меня как-то более резиновые получаются. У меня тончайшие. Тончайшие. Сейчас комментарий. Это действительно ажурный, молодец. Сейчас. Это... Я буду теперь по твоему рецепту готовить. Мой мне не нравится рецепт. Все готовьте. Все готовьте. Все готовьте по моему рецепту. Рецепты, говорю, проверенные. Там я в темноте кажусь. Нет? Да, мам? Ну, вот так. Последний блиночек. И мы с вами отчаливаем, зачаливаем. Ну вот. Все. Ты посмотри вот сюда. Да? Видишь? Да. Все в сеточку. Все как надо. В плетеночку. Поэтому еще раз подписывай, ставим лайки от канала, но еще раз скажу. Давайте. Выключай. А сделай-ка фотку. Фотку одну давай. Зайди с той стороны. Хм-хм-хм-хм.